В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря с погоды. В Черкесске небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 1, плюс 1, а днем 3-5 градусов, выше нуля. Ночью и утром на дорогах Белоледица. 17 декабря. Ярослав Запашный. В Кисловодском цирке. Спешите! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возможные ситуации, которые могут возникнуть в условиях реальной опасной ситуации. Алла Качиева подробнее. Безопасность гостей и жителей Карачева-Черкесии превыше всего. Туристическая отрасль в республике активно развивается. В последние годы поток туристов вырос в разы. И традиционно в преддверии горнолыжного сезона представители противопожарной службы, поисково-спасательного отряда МЧС России, Министерства туризма, курортов, молодёжной политики, МВД и других экстренных служб проводят учения по отработке действий на объектах туристко-рекреационного комплекса. Во всесезонном популярном курорте Архиз прошло три этапа тренировки. По замыслу в посёлке Романтик в одноимённой гостинице произошло возгорание. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой помощи, представители газовой службы и электросетей. Силами подразделений произведена локализация и последующая ликвидация пожара. При помощи автолестницы сотрудники МЧС быстро эвакуировали условно пострадавшего с третьего этажа и передали в руки медицинских работников. На втором этапе учений были отработаны действия спасателей по эвакуации и спасению туристов в случае остановки канат на кресельной дороге. Причинами возникновения такой ситуации могут стать и отключение электроэнергии, и погодные условия. Порой счёт идёт на минуты. Именно поэтому спасатели должны действовать чётко и слаженно, что и было продемонстрировано на учениях. На третьем этапе спасатели успешно вызволяли лыжника из снежного плена. После завершения тактико-специальных учений состоялось совещание, на котором члены комиссии подвели итоги. Межведомственные тактико-специальные учения прошли и в Донбайе. Мероприятия проводились в целях проверки готовности сил и средств взаимодействующих организаций к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, согласованности действий при поиске и спасении людей во время зимнего туристического сезона. Учения прошли на пяти учебных точках. В рамках тренировок был проведён строевой смотр группировки сил и средств, проинспектированы пожарно-спасательные подразделения. Практические мероприятия спасатели провели и на канатно-кресельной дороге на склоне горы Мусачтара. После практических мероприятий организаторы и участники учений провели совещание, где обсуждались вопросы, связанные с обеспеченными безопасностью пребывающих в республику туристов. Было отмечено, что все подразделения справились с поставленными задачами. Алла Качиева, Вести Карачева, Черкесия. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке, затем также программы черкесской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова